Всем привет! Это видео о том, как загрузить и слушать музыку на Android устройстве в смартфоне или планшете. Способы загрузки музыки на устройство можно разделить на два – с другого устройства, чаще компьютера или онлайн с интернета. Чтобы загрузить музыку с компьютера, подключите вас в смартфон или планшет к USB порту компьютера с помощью кабеля, который, как правило, идет в комплекте с устройством. В результате на устройстве начнется зарядка и появится значок подключения к ПК. В папке Этот компьютер появится ваше устройство, как отдельный диск или носитель информации, в зависимости от настроек и модели устройства. Часто карта памяти и внутренняя память устройства отображаются как отдельные диски. После этого откройте папку в смартфоне или планшете, куда вы хотите загрузить музыку и скопируйте ее туда с компьютером. После этого отключите устройство от ПК и можете прослушивать музыку из той папки, куда вы ее скопировали. Если на вашем устройстве установлена карта памяти, то на нее также можно загрузить музыку используя кардридер. Для этого вытащите карту памяти из вашего устройства и вставьте ее в кардридер. После чего загрузите музыку на карту памяти описанным выше способом. Также этот способ подключения можно использовать, если требуется восстановление файлов с карты памяти фотоаппарата, телефона, планшета, видеокамеры или регистратора. Об этом в отдельном видео. Если у вас нет кабеля для подключения устройства к компьютеру или для вас данный способ по каким-то причинам неудобен, то закинуть музыку в смартфон или планшет также можно без подключения к компьютеру. Например, по Bluetooth, если он установлен на вашем компьютере. Чтобы соединить мобильное устройство и компьютер, включите Bluetooth на обоих и передайтесь его помощью файлы. Также можно использовать облачные сервисы, как Google Drive, OneDrive или Dropbox. В таком случае выложите папку с музыкой в облако. После этого войдите в ваш аккаунт облако из Android устройства. Перейдите к выложенной ранее папке из Android устройства и загрузите файлы или папку на него. О том, как восстановить или удалить файлы из облака можете ознакомиться в статье нашего блога. Ссылка в описании. С помощью FTP. Данный способ, хоть наверное и наименее известный, но скорее наиболее правильный. Для того, чтобы им воспользоваться на компьютер устанавливать ничего не нужно. Всё реализуется за счёт стандартных возможностей Windows. Так же, как и на последних версиях Android. На некоторые более старые версии системы, возможно придётся установить одно из приложений FTP-сервер или FTP-клиент. На Play Market их достаточно. На моём смартфоне FTP-клиент уже предустановлен. Чтобы воспользоваться им, переходим в Проводник, иногда это Файловый менеджер. Выбираем «Удалённое управление» Включить удалённое управление. У нас появилась строчка с FTP-адресом. Чтобы перейти с помощью компьютера к файлам вашего устройства, введём данный FTP-адрес в файловом менеджере компьютера. Но обратите внимание, что ПК и Андроид устройства должны быть в одной сети, т.е. получать интернет от одного роутера. После подключения просто скопируйте желаемую музыку из компьютера в смартфон, как в моём случае. В конце обязательно отключите FTP-подключение на смартфоне. Это и с целью безопасности и чтобы зря не садил аккумулятор. Итак, музыку на Андроид устройство загрузили. Чем же её можно воспроизводить и как слушать? На последних версиях Андроид установлены уже довольно качественные музыкальные плееры. Основных функций которых достаточно для не сильно прихотливого пользователя. Открывая любой музыкальный файл поддерживаемого формата, он воспроизводится с помощью встроенного аудиоплеера. Также на него есть отдельный ярлык. Настройки и функции, конечно же, минимальны. В Google Play присутствует просто огромное количество альтернативных музыкальных плееров. Выбирайте любой на ваш вкус. Для примера можем посмотреть первый из предлагаемого списка. P-Music Player В принципе, неплохой простой плеер с достаточным количеством основных функций и настроек. Нормальным эквалайзером. Удобным интерфейсом. Попробовал еще несколько, одни понравились, другие нет. Это, наверное, индивидуально. Но то, что многие из альтернативных плееров часто лучше предустановленного – факт. Отдельно также хотелось бы остановиться на музыкальных сервисах для Андроид и не только, которые отличаются от обычных плееров тем, что дают возможность прослушивать музыку в онлайне или даже загружать ее в устройство для прослушивания оффлайн. Длительный период времени самым популярным из них был «Музыка ВКонтакте». Главные причины успеха – это доступность, простота использования и бесплатность. Но с апреля 2017 года стало известно о том, что ВКонтакте «Одноклассники» и «Мой мир» вводят платную подписку на музыку. А неподписанных пользователей ограничивает функционально. В первую очередь, время от времени будет проигрываться аудиореклама. Бесплатный режим лишили функции кеширования музыки для оффлайн-прослушивания, а это ключевая фишка старого плеера ВКонтакте. Кроме этого ВКонтакте стали активно продвигать свой музыкальный проигрыватель Boom. Основным его преимуществом есть то, что с его помощью можно сохранять аудиозаписи в память телефона. Данную функцию убрали из приложения ВКонтакте «Музыка», теперь она доступна только по подписке в Boom. Впрочем, претензий больше не к функциональности и работе приложения, а к самому факту того, что за музыку теперь нужно платить. Люди к этому по-прежнему не готовы. У отдельного приложения для музыки одно большое преимущество – собственно, возможность кеширования. Также у него другой дизайн, присутствуют разделы с рекомендациями и новинками. В ленте появляются все записи друзей, пабликов и групп, к которым прикреплена музыка. Аналогичных приложений стриминговых сервисов также много и это Яндекс Музыка, Google Play Музыка, Deezer, Spotify и т.д. Для тех, кто уже собрал богатую музыкальную коллекцию, но не хочет занимать драгоценную память мобильного устройства, также есть выход. Приложение для потокового воспроизведения музыки из личного облака. Одним из представителей данной категории является Cloud Player от DoubleTwist. Это тот самый случай, когда в приложении нет нагромождения дополнительных опций, а необходимый функционал продуман до мелочей. В отличие от Google Play Музыки, необходимые композиции необходимо просто разместить в личном хранилище. Никаких манипуляций в браузере не требуется. Приложение поддерживает такие облачные хранилища, как Dropbox, Google Drive и OneDrive. Автоматического кеширования нет, но вручную можно загружать как отдельные треки, так и альбомы и плейлисты целиком. Ссылки на все описанные в видео приложения есть в описании. Конечно же это не все возможные варианты прослушивания музыки на Android, а целью данного видео не было создания рейтингов приложений. Но если кто-то задастся вопросом, как сделать прослушивание музыки на Android устройстве более удобным, то этот ролик укажет в каком направлении копать. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, удачи!